Праздник экологи всегда отмечают конкретной работой. Накануне они провели в Сочи сразу несколько акций. Высадили деревья, очистили пляжи от мусора. Главное, отмечают сами специалисты, что работа по улучшению экологической обстановки в городе не прекращается. В том числе и по уничтожению пресловутой огневки. В городской полосе с ней уже справились. Что же касается самшитовой рощи, то процесс по регулированию численности бабочки идет. Это длительная процедура, что для природы естественно, говорят экологи. Этой проблемой занимается лично Министерство природы. Но есть на курорте и ряд других не менее важных экологических вопросов, которые решаются на уровне муниципалитета. Не все наши жители понимают, что они творят, когда незаконно подключаются к ливневой канализации. Все это очень сильно вредит экологии и вредит человеку и даже человечеству. Поэтому работа в плане защиты окружающей среды, она продолжается, она будет постоянно. И главная задача сегодня для всех нас – это прежде всего экологический ликбез. Надо, чтобы прежде всего сознание наших людей поменялось. Чтобы гости и жители Сочи полной грудью вдыхали чистый воздух и купались в чистом море, в Сочи работает программа «Ноль отходов». Реконструированы и построены новые очистные сооружения. Котельные работают на газе. Проложено 20 километров канализации. Постоянно увеличивается и количество зеленых насаждений. Нет на курорте и ни одного мусорного полигона. И поэтому вопросы канализования сегодня ключевые. Подключение к централизованному канализованию домовладений – залог экологической стабильности. В городе делается сейчас определенная работа для того, чтобы улучшать ситуацию. В частности, по канализованию, по снижению загрязнений. Прежде всего, в головах людей, именно наших жителей, должно формироваться отношение к своему городу, к тому месту, где они живут, именно с точки зрения ответственности и любви. На экологический форум пригласили не только экологов, но и студентов, а также представителей ТОСов – всех тех, кто небезразличен и занимается решением экологических проблем курорта. Нам нужно, чтобы все пришли в это сообщество, чтобы каждый житель был экологом. Почему? Потому что невозможно в этом месте сохранять экологию, а на другой улице нет. Это нужно делать всем миром. Общественные организации повернулись, большинство из них, в единый какой-то такой союз экологов. Понимаете? И поэтому, я думаю, перспектива нашего движения, нашей работы есть. Экологи, чиновники, горожане только вместе призывают участники экологического форума возможно приумножить и сохранить цветущий город-сад.